Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Слава Столмодра Баранского, Академия Успеха на предсвечаемой новой теме. Сейчас я проведу маленькую искусствию по возрасту «Веда Лайв» фестиваля, который проходит в украинском зоне в Киеве. Это первые два дня, которые начинаются с фестиваля. Сегодня 29 июля 2017, завтра второй день. Затем продолжение уже на острове Труха на острове. Начинается с 3-го, 8-го июля. Это август. Мы все знакомы с вами. Здесь вам также понравился график. Мои ощущения шикарные, великолепные. Большое мероприятие, прекрасное освещение. И прекрасные мероприятия, мастер-классы на самые разные темы. Здоровье, экология, семейное отношение, великие и полгода. Просто жизнь, 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 мальфлак. В 11-го июля посмотрим, что происходит. Внизу это главная сцена. Когда мы находим, то видим главную сцену. Постоянно идет связанное наше воображение с реальностью. Протворное, красивое, замечательное помещение. Замечательное здание. Постоянное музей. Владимирович Оленя. Сегодня это называется Харьинский дом. Сейчас на втором этаже. Вот так мы видим второй дашь. Сейчас пройдемся посмотрим, что здесь есть, какие мастер-классы. Самое, самое лучшее, самое лучшее для нас, что штаб для людей, гармонии. Гармонии в одежде. В одежде. Соответственно, если наша фигура чуть-чуть, как лоб, как добротненькая, все имеется, все при себе, то просто мы выбираем аксессуары побольше, серьги побольше, клоны какие-то пошире, сумочки побольше, да, потому что, как говорят, что на картине... Настоящий искусствовед смотрит на картину издалека. Посмотрите на монолизу. Гармите себе монолизу? Не обязательно вживую, за картинку. Обратите на нее, посмотрите на нее еще раз. И знаете, что монолиз не проведет? Когда мы создавали монолизу, была мода, опять же наша мода, что брови сбривали. То есть когда-то была мода, там тоники, брови, да, сейчас смотрят, широкий брови. В времена монолизы брови сбривали. У него нет бровей. Но как посмотреть? Он смотрит на нее издалека. Что мы видим издалека? Некий такой вот силуэт песочных часов, к которому нам, собственно, придерживаться. Соответственно, если у нас фигура побольше, да, то есть представим, что все, оно подобротнее, то, как вы говорите, тоненький поясок, не гармонично. Нам нужно гармонично, значит нам нужно пошире поясок. Да, пошире. Пошире поясок какой-то. А вот этот пояс, да, его можно, но необязательно покупать. Он у меня очень давно, сейчас со временем, когда я училась в Италии, я его купила. Потому что сейчас я очень задумываюсь, чем я себе вещь. У вас на женской одежде, так понимаю. У нас самые разные мастер-классы, проводятся по арт-терапии, арт-искусству. У вас на женской одежде, даже мантры, отлично, возможно, возможно, медитировать, создав свои совпадения мантовы. Такую манту, посмотрите, в этот момент, она отражает ваше состояние. Может быть, так же терапевтические инструменты вашего процесса. Бабушки, приятно. Намастер. Матожи, скажите, пожалуйста, откуда вы приехали, оттуда вы родом? В Киево, живу Харькове. И что привело вас в данный фестиваль? Это фестиваль души, тела, сердца. Проводится? В Киево, живу Харькове. Ну, конечно же, как без красоты и знаний, ничего теплого и самого хорошего. Я так понимаю, что у вас в Харькове тоже было за неделю, где-то две было в Харькове тоже, да? Маленький такой экспресс-фестиваль. Первый раз, да? Как ощущение было у людей, которые были в вашем городе, уйдев? Они все улыбались и благодарили, и, мне кажется, они получили то, что они искали. Здорово. Если нет, мы будем стараться больше. Всегда есть чувства. Скажите, где у вас храм находится в Харькове, чтобы все слышали? Там, наверное, там где есть божество. Божество у нас летало. А где в Харькове? В Харькове студии людей? По восприятиям вы можете получить наш... Можете сказать адрес. Скажите адрес, где в Харькове. Абсолютно. Абсолютно, да. Скажите, кстати, про Киевскую студию тоже. У нас есть везде Югий Виталай. На Колосеевской и на Лугьяновске есть Виталай Клофт. И там, по восприятиям, тоже проходит учительные лекции. Приезжают гости. И там ребята можно прийти и начинать пообщаться. Скажите, время, когда восхитение проводится? Совсем каждое... Каждое восприятие на три года. Три года, да? Более по два, можно найти на сайте vedal.camp, да? Vedalive.camp Фестиваль, который в этом доме идет, есть небольшие земли. Там, в Украине, когда мы смотрим, у нас есть там крем, где, как смотрелаги, где мы были встретили на острове. Я правил, что я проведен. Я действительно понимаю, что в городе, что вот эти люди, эти фестивалы были здесь вначале, да? Просто такая, как бы, тоже ознакомлюсь. Да. Стабилизован. Как раз в обороте. Как будто закат. Процессы. Протекает. Как вы сейчас живете? Матожи. Как вас зовут? Как вас зовут? Как вас зовут, Матожи? Матожи. Как же благодарю, я это была, тоже на вредник, потом сказал Матожи, 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 которая сказала нам, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok